Микс Ньюс Радио Болтком Программа Абонент доступен Участие слушателей обязательно Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Абонент доступен В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев И на прямой связи по скайпу С нами сегодня актер и режиссер Андрей Смирнов Здравствуйте, Андрей Сергеевич Здравствуйте Здрасте Телефоны прямого эфира в нашей студии 672 12 93 9 672 13 93 9 Звоните, задавайте свой вопрос Андрей Сергеевич, мы начнем с этого периода Который мы все переживаем Как вы относитесь к этому периоду самоизоляции И как его переживаете Как живете в этих новых условиях Как все Такое дратское заключение На старости лет Вдруг возник период Которым мы совершенно не были готовы Я думаю все Вот это сидение дома Прекращение контактов А я старый Мне выйти в аптеку проблема Ну трудно Я пытаюсь работать Там чего-то сочинять Но тяжелый период Конечно Но этот период может быть обогащающим для человека Для режиссера Понятия не имею Не знаю Смотря Какой человек Ну вот я сижу Каждый день там Работаю Пытаюсь там что-то сочинить Будущую картину Но пока не получается Вот много Сейчас мы видим Что музыкантов И даже кинематографистов Пытаются использовать эту ситуацию И делать такие онлайн-концерты Или онлайн-картины Или по крайней мере Сериалы Которые основаны на Скайп- или зум-соединениях Вот как вы относитесь К таким историям К такому перевоплощению Дворческому Ну У меня нет Какого-нибудь Мнения Потому что Понимаете Наше ремесло Актерское Режиссерское Оно конечно требует Непосредственно Контакта с публикой И даже на съемке Все равно Вот этот контакт Со съемочной группой С аудиторией Он необходим А вот так Онлайн что называется Ну мне Во всяком случае Это кажется Диким И странным И Живешь только надеждой На то что Когда-нибудь этот период Все-таки закончится И начнутся нормальные контакты Ну вот говоря о надежде У людей Как мне кажется Субъективно конечно Может быть вы с этим не согласитесь Но Тот или иной трагический опыт Который мы Чрезвычайный опыт И чрезвычайно важный опыт Который мы переживаем Будь то эпидемии С которыми приходилось Сталкиваться в человечестве Или войны Ужасы войн Ужасы эти Они как раз Забываются Как мне кажется Вот на ваш взгляд В данной ситуации На чем нужно сделать Особенный акцент Вот Что мы должны запомнить Вынести из этого опыта Вы знаете Вы ставите передо мной Философские проблемы Которые я не способен Решить И не возьмусь Давать какие-то рекомендации Потому что И для меня самого На старости лет Этот новый опыт Ставит какие-то новые задачи В которых я лично Не могу разобраться А мой единственный Мне известный способ Решения проблем Это Сто грамм алкоголя Боюсь Не всем поможет Какие задачи ставит Этот опыт перед вами Технологические Или что-то другое Какие-то другие вызовы Стоят Нет Я имею ввиду Психологические Только Технологических Никаких я не вижу Проблем А вот психологически Ну трудно Оставаться Взаперти Вот Я повторяю Я пытаюсь Работать Ну Более-менее Это Привычно Но Не хватает Воздуха Не хватает Контактов Уже сколько Больше месяца Вот так Взаперти Трудно Конечно Трудно Я понимаю Что Многие люди Которые Привыкли Утром Уходить На работу Вечером Возвращаться В семью Потому что Вот они Так Заперлись И Очень Многим Это Трудно Дается Даже Муж и жена Которые Много лет Прошли Но Привыкли Встречаться Расставаться Утром После кофе И встречаться Вечером За ужином А вот так Когда они Оказались Запертыми В небольшом Пространстве Да еще и Дети Боюсь Что для многих Это Трудные Испытания Которым Люди Могут быть Не готовы Ну вот Многие Опять же В интернете В социальных Сетях Обозначают То что происходит Цифровым ГУЛАГом Понятно Что это Несопоставимые Вещи Но тем не менее Такую Формулировку Можно услышать Вот насколько Она Справедлива Как считается Ну совсем Несправедлива Ну понимаете ГУЛАГ Это Такой Такой Страшный Опыт Для Миллионов Людей Которые Прошли Сталинские Лагеря Как это Можно Сравнивать С Сегодняшней Ситуацией Это Во-первых Это Запертость Она Объективная Она Судьба Не знаю Воля Или Господа Но во-всяком Случае Это Объективная Проблема С которой Мы столкнулись А ГУЛАГ Это все-таки Страшное Надругательство Над Природой Человека Человек Вырван Из Среды Из Семьи Лишен Привычных Ориентиров Нормальной Повседневной Жизни Помещен В чудовищные Условия Где у него Никаких Прав Нет Где Над ним Издеваются Унижают Его Человеческое Достоинство Как это Можно Сравнивать С ГУЛАГом Мне кажется Неверно Вы исследовали Тему Сталинских Репрессий И вот Часто Опять же Можно услышать От людей Сегодня Что Мы можем услышать Что Сталин Был эффективным Менеджером Что время Диктовало Ему Какие-то Условия Для того Чтобы он Так действовал На ваш взгляд Почему У значительной Части общества Остановилась Вся эта история На стадии Отрицания Что Все это Вроде было Но не так страшно Как это Пытаются Сейчас показать Есть такая Проблема Во-первых Это первый вопрос И вторая Если есть То почему Безусловно Эта проблема Есть Я бы сказал Что сегодня Вот если Заглянуть В интернет В России То идет Восстановление Сталинизма Коммунистических Каких-то Идеалов Представления О том Что такое Был Советский Союз Мне кажется Это очень опасно А в чем Дело Я думаю Не надо быть Большим Философом Чтобы понять В чем Дело Потому что Во времена Перестройки Во времена Возникновения Или Возрождения Российской Федерации При Ельцине Декоммунизация Не была Доведена До конца В отличие От немцев Которые Потратили Не одно Десятилетие На то Чтобы Нацизм Не просто Избавиться От Наследия Нацизма Но Чтобы Ребенок В школе В немецкой Получает Такие Представления Об Второй Мировой Войне О том Кто в этом Виноват О ее Жертвах Немцы Избавились Все-таки От Наследия Нацизма Мы Не Избавились От Наследия Нацизма Потому Что Вот Эта Попытка Устроить Суд Над КПСС В Верховном Суде Это было Смехотворно Это было Несерьезно У нас Не состоялась По-настоящему Декоммунизация Не Произошла Целый ряд Вещей Которые Необходимо Было Сделать Не Были Сделаны Поэтому Сегодня Мы Встречаемся С Массой Людей Которые Ну Я Веду Вот Фейсбук Какой Ни Или Вообще Интернет Которые Говорят О том Что Это была Великая Страна Что Сталин Был Эффективный Менеджер Как вы Сказали Что Коллективизация Индустриализация Был Подвигом Советского Народа И что Благодаря Этому Мы Стали Победителем Великой Отечественной Войне На самом деле Это представление Конечно Ложное Абсолютно Потому Потому Что Индустриализация Руками Рабов Заключенных Практически И Коллективизация В которой Было Погублено Русское Крестьянство Если Учить Что В 17 Году 83 Процента Жителей России Относили Себя К Крестьянскому Словию А если Вспомнить Что Когда Началась Эта Коллективизация Скулачивания 29 31 Год Потом Во время Войны Сталин Сиди С Черчиллем Назвал Цифру Что Было Депортировано 5 Миллионов Семей Понимаешь Что такое 5 миллионов Семей 29 30 Год К этому Времени Крестьянство Очухалось За годы Непа Бабы Опять Стали Рожать По 5 По 7 Человек В семье 5 миллионов Депортированных Семей Это 25 Или 30 Миллионов У нас же до сих пор Нет достоверной Статистики Но Хребет Крестьянскому Сословию То есть Основой России Крестьянская Страна Был Перелом Вот Все эти Факты И по сей день Неосознанный Во всероссийском Масштабе Пацан В сельской Школе Получает Другие Сведения Из уроков Истории И пока мы Не доживем До того Я-то Старый Я уже Точно Не доживу Чтобы каждый Ребенок В России Получал И знал Подлинные Цифры Террора Раскула Раскулачивания ГУЛАГа Жертв Войны Боюсь Что По-прежнему У нас будет Это Борьба Двух Несопоставимых Мнений И понятий Об истории России Насколько На ваш взгляд Сегодня Осмыслена Вторая мировая Великая Отечественная Война Вы Как режиссер Классический Фильм Белорусский Вокзал На ваш взгляд Сегодня Когда мы Говорим О войне Насколько Мифы Отделены От реальности И Нужны ли Эти мифы Которые Например Культивируются Как вы считаете Ну Как сказать Мифы Это же Составляющая Жизни Любого Народа В этом смысле Мы мало Отличаемся От Других Но Ну Как вам сказать Скажем Идея Акции Бессмертный Полк Была Прекрасна Благородна Что Вот Сегодняшние Граждане Потомки Тех Кто Погиб Кто Одержал Победу В Отечественной Войне Выйдут На улице И пронесут Эти фотографии Вспоминая О них Ну А Кончилось Совершенно Какой-то Милитаристской Акции В которой Стали Появляться Мотивы Вроде Можем Повторить Естественно Идиотам Которые Говорят Можем Повторить Хочется Спросить Что Вы Хотите Повторить Опять Сорок Миллионов Положить Что ли Они Не Дали Отчет В том Что Они Говорят Ну А потом Скажем В этой Акции Принял Участие Его Показывали Никонов Внук Молотова Который С фотографией Своего Дедушки Тоже Принял Участие В этой Акции Если учесть Молотов Который Подписал Говор С Риббентропом Который Практически Открыл Начало Второй Мировой Войны Ужас Же Просто Ну Поэтому Ну Как сказать Я повторяю Я Ничего Не Увижу Уже Просто По своему Возрасту Но я Полагаю Что Россия Еще лет Сто Или больше Положит На то Чтобы Разобраться В своем Прошлом И все-таки Добро Возобладает И что Мои Внуки Или Правнуки Доживут До того Чтобы В школе Получать Адекватное Представление Об истории Своей Родины Если говорить О кинематографе 9 мая Вот буквально Пару дней назад Мы отмечали 75-летие Великой Победы В контексте В контексте Этого Мы вспоминали И военные Фильмы Также В рамках Нашего эфира С режиссерами Можно ли На ваш Взгляд Сегодня Снять Не мифологизированный Фильм О войне В России И стоит ли Нужно ли Это делать Ну почему же Нет Да я Уверен Что Отечественная Война Еще для Многих Поколений Наших Кинематографистов Останется Таким Лакомым Куском Очень важным Куском Истории Потом Войну Снимать Очень Трудно Но Кто Умеет Получается Очень Убедительный Замечательный Замечательный Ким Война Это жестоко Сказать Но война Очень Кинематографична Это можно Видеть Ну хорошо Вы помните Иваново детство Тарков Или Проверка На дорогах Германа Где Скрупулезно Восстановлена Эта жизнь Это Это Одежда Это мышление Эти отношения Между людей Конечно Война Еще Навсегда Останется Очень Важным Материалом Кинематографии Ну сегодня Мы все больше Видим фильмов Таких Героизированных Мифологизированных Где как раз Ну все больше Фильмы наполнены Насыщены Легендами и мифами Как раз О войне Ну это же зависит От класса Режиссуры От хорошего сценария И так далее Много всякой дыряни Конечно Делается Ну и так всегда И было Настоящих Понимаете Вот там Иваново детство Ведь в этот год Было произведено 150 фильмов Для Кинотеатров Иваново детство Одно Так было всегда Это Редкие крупицы А основная Масса Ну как Врала Так и будет Врать Это нормально Совершенно Я повторяю Класс Режиссер Класс Сценария Он определяет Это И Много Прекрасных Фильмов Не бывает Никогда Вот вы сейчас Сказали о том Как врала Так и будет Врать И мне вспомнились Слова Михаила Рома Вашего педагога В мастерской Которой вы учились Режиссер Михаил Ром Перед картиной Девять дней Одного года Он написал Я лгал всю жизнь Я больше не хочу Этого делать Что именно Он считал ложью Из того что он делал И почему он так сказал Тогда Перед съемками Этой картины Вы знаете Это вопрос На засыпку Я на него Ответить Как следует Не смогу Потому что Все таки Дистанция была Очень мелика Я был мальчишка А Михаил Ильич Наш Дорогой Бесценный Учитель Уже Ему было Там Под шестьдесят А когда Он снимал Девять дней Нового года Снимались В шестьдесят Первом Году Ром Первого года Рождение Значит Ему В это время Было Шестьдесят Лет Не надо Забывать Что Ром Родился В Иркутске Его родители Были Сыльные Они были Активные Члены партии Какой Меньшевики РСДРП Они были Меньшевики Поэтому В ту пору Когда Рому Было Там Двадцать Двадцать С чем-то Лет Когда Он сначала Учился После Гражданской Войны Когда Он сначала Учился На Скульптора Он был Учеником Грандиозного Скульптора Голубкиной Вот А потом Стал заниматься Кино Это же Тридцатые Годы Страшное Время Когда Начало Постепенно Разворачивающегося Большого Террора Я только Себе Представляю Ром Никогда Об этом Не говорил Я представляю Что Чувствовал Мама И папа Активные Меньшевики А Для Сталинской Команды Самые Страшные Враги Были Троцкисты Меньшевики Сэры И так далее Все те Кто Участвовал В подготовке Революции Поэтому Его Картины Ну Первая Его картина Прелестная Совершенно Немая Картина Пышка Которую Я надеюсь Любитель Кинематографа Знает А потом Потом Тринадцать Значит Пограничники И так далее А дальше Картины О Ленине Я Не берусь Их судить Хотя Картины Эти имели Грандиозный Успех Грителей Я не берусь Его судить Потому что Трудно Себе Представить Что Мог Чувствовать Человек Который Которым Всегда Занесен Топор Который Мог Упасть В любую минуту Сначала На папу И маму А то И на него Самого Я думаю Что Ром Говоря Вот это Я лгал Всю жизнь Не хочу Больше Лгать Написано Война Оттепель Причем Заметьте Он единственный Кто сказал Подобную Фразу Из всего Поколения Старинских Лауреатов Старинских Лауреатов Вот Там Очень много Талантливых Людей Братья Васильевы Кодинцев Траубер Донской Ну не буду Всех Перепислять Вот Понимаете Но сказать Такую фразу Ром Ее Сказал И 9 дней Одного Года Это была Попытка Как бы Сбросить Груз Сталинской Эпохи С плеч Он же довольно Долго не снимал После последней Картин Убийства На улице Данте Старый Сценарий Который Они Пытались Реанимировать С Габрииловичем И Картина Была Очень Популярна Например Во ВГИКе Студенты Подвергали Его Довольно Жесткой Критике За эту Картину Он Не хотел Вспоминать Ну что Говорить Это Не нам Судить Я думаю Все таки Поколение Людей Которые Были Молодые Здорово Формировались В 30 Годы Настолько Страшное Время Что Кто из нас Может сказать Я бы Это все Выдержал И Вел бы Себя Иначе Я не берусь Ведь в 9 днях Одного года Есть совершенно Гениальный На мой взгляд Монолог о дураках Конечно Когда Герой Говорит О том Что умный Ошибается Дурак Этого Не делает Никогда Это ведь Сам Ром Писал Этот монолог Конечно Это его текст Потому что Храбровицкий Который был Соавтором Сценария Ну конечно Все тексты Смоктуновского Конечно Это Ром Это Его голова Это Его замечательный Язык Его талант Но мир Ведь на ваш взгляд Не может состоять Исключительно Из умных людей Продолжая Вот эту тему Дураков Ведь те самые Дураки Которые говорит Герой фильма Неистребимые Они Как на ваш взгляд Они нужны Обществу Миру Возможно Искусству даже Смешной Вопрос Ну а как Сколько Умных Приходится На сто Человек Я думаю Что десяти Процентов Не наберется Даже если Мы выйдем За пределы России И Поинтересуемся Этими цифрами В Америке Или Франции Конечно Их всегда Ничтожные Меньшинства Ну вот Когда говорят О праздновании Дня Победы Нередко В Латвии Можно услышать Такие Пренебрежительные Отзывы От определенных Людей В том числе Депутатов Сейма Я слышал Такую Формулировку От одного Из Организаторов Празднования Девятого Мая Сказал Давайте Помнить Что Войну На своих Плечах Вынесли И победили Не только Интеллигенты Но и Самые Простые Люди Возможно Не самые Культурные Люди Вот На ваш Взгляд Вот Насколько Этот вопрос Тоже обсуждается Когда мы Говорим О войне И все-таки Говорим О подвиге О какой-то Красивой Истории А вот Эта часть Людей Которые На своих Плечах Может быть Не очень Культурные Может быть Грубые И так далее Вот Насколько Важны Вклады Насколько Важно Это тоже Осознавать Как вы считаете Знаете Я В ужасе От ваших Формулировок Потому что Какая Интеллигенция Интеллигенция И там Ничтожный Процент Эти Миллионы Которые Легли В землю Это кто Это Прежде всего Крестьянские Дети Дети Рабочих Конечно Весь Основной Груз Эти Основные Жертвы Это Народ Его Социально Самые Низшие Свои Это Русская Деревня Я знаю Деревни Где Ни один Мужик Не вернулся Вот Ушли Было там 60 Мужиков Ушли И ни один Не вернулся Таких Деревень По России Тысячи Поэтому Конечно Говоря об этом Надо помнить Кто понес Основные Жертвы Конечно Интеллигенции Там Ничтожный Процент Он Всегда Достаточно Небольшой Процент Конечно Это Крестьяне Дети Крестьян Дети Рабочих И так Далее Конечно Низшие Социальные Свои Это Они Понесли Такие Немыслимые Жертвы 6 6 7212 12 93 9 6 7213 93 9 Телефоны Прямого Эфира В нашей Студии Звоните Задавайте Свои Вопросы И пишите Ватсап 2306 91 Сергей Сергей Спрашивает У вас В фейсбуке У нас Много Вопросов Вам Адресованных И мы Попробуем Их Передать Возможно Банально Пишет он Но тем не менее Есть пара Вопросов Самые важные Его То есть Ваши Фильмы В качестве Актера И в качестве Режиссера И что еще Не реализовал И возможно Хотел бы Опять же В качестве Актера И режиссера Реализовать Да Андрей Сергеевич Такие вопросы К вам От Сергея Ну как вам сказать Ну я просто Я уже давно Закончил Свой последний Фильм Француз Он прошел В прокате В ноябре В начале Декабря 19 Года Прошло время Я пытаюсь Сочинить Вот Новый сценарий Новый фильм Пытаюсь Работать Пока Без особого Успеха Получится Или нет Не знаю Надеюсь Если Господь Поможет Может быть Я еще Успею Сделать Одну Картину А нет Тогда Француз Останется Моим Кинематографическим Замещением Вы сказали В одном из интервью Что Француз Это фильм Прежде всего Для российской Аудитории Потому что Иностранному Зрителю Эта картина Будет непонятна И вы приводите Там пример Как раз Поехал на картошку И так далее Что в общем-то Текст будет непонятен Тому Кто не жил В России И не знает Ну вы знаете При этом Показывали Фильм В Париже Потому что Часть людей Связанных С картиной Там Семья Александра Гинзбурга Известного Диссидента Которому Памяти которого Посвящена Наша Картина Эта семья Живет в Париже Его вдова Арина И два взрослых Сына Там живет Вдова Художника Оскара Рабина Которому Посвящен Нашей Картины Вот Показывали Там И потом Показывали На фестивале В Роттердаме В Голландии Три По-моему Ну Понизглазить Залы были Полные Очень доброжелательные Смотрели Хорошо Оставались На обсуждении Нет Западный Зритель Вроде тоже Разбирается Вполне Ну Конечно Картина В первую очередь О России Конечно Для российского Зрителя В одном из интервью Вы также Рассказывали О том Что исполнитель Главной роли Он Спрашивал У вас Если приезжают Воронки Почему они Не обратились В полицию Вы сказали Что вот это Как раз Пропасть Между поколениями Когда непонятно То есть Современный Молодой человек Который вырос На Западе Не понимает Как спецслужбы Могут действовать Иначе И правоохранительные Да Разумеется Да Да Но он Француз Сидуки У него Мама русская Но он Вырос На Франции Напомню Телефоны Прямого эфира У нас Много звонков 6-7-2-12-93-9 И 6-7-2-13-93-9 Да Мы слушаем вас Добрый день Александр Да Александр Скажите Пожалуйста Сейчас Вот очень Любят Рассуждать Кто умный Кто дурак И причем Каждый Кто рассуждает Он Конечно же Считает Себя Очень умным Вот Какие Критерии Ума Вы определяете Спасибо Вот это я понимаю Вот это вопрос На него ответа Ну совершенно У меня нет Потому что У каждого из нас В том числе У того Кто Задал вопрос И у нас Очень личные Параметры По которым Мы меряем Ум Или глупость Ну у вас Они какие Эти параметры По которым Можно измерить Интеллектуальные Наверное Способности В данном случае Человека Ну они Конечно У меня Лично Во многом Относятся К тому Как Человек Относится К Совку К Советской Власти Советской Жизни Вот Да По мне Те Кто Тоскует По Возрождению Советского Союза И Советской Власти Это Люди Неумные Еще Звонок у нас Здравствуйте Как вас зовут У меня такой вопрос Вы тут Сказали По поводу Вранья В фильмах Да Вот у меня Фильм Самый Любимый Военный Это Хроника Пикирующего Бомбардировщика Но По сути Дела Любой Фильм Это Художественный Вымысел Значит Получается Так Что Любой Художественный Фильм Это Вранье По Вашей Спасибо Спасибо Это Смешно Как вам сказать Ну В известном Смысле Это Все равно Фантазия Потому Что Редкий Игровой Фильм Ну Просто Основывается На какой Документальной Базе Конечно Это Всегда Фантазия Ну А Что Считать Враньем А что Нет Ну Я думаю У вас Тоже Хроника Пикирующего Бомбардировщика Отличная Картина Ленфильмовская По своему Времени Сделана Очень Талантливо Хорошо Вот Она вам Кажется Не Враньем А подлинным И Мне Так Мне Так же Картин Бы Уже Названные Мною Там Иваново Детство Проверки На дорогах Летят Журафли Ну Еще Может Назвать Там Чисто Баллада Солдати Чухрая Очень Выбросовестно Крепко Сделаны Картины Столпера Экранизации Симонова Солдатами Не Рождаются И так Далее Все Так Мало Настоящих 150 картин В год Производилось При советской власти Но Крепких картин Выходило Там 5-6 Меньше 10 Пожалуй Каждый год Но они были И они остались Вы в одном из интервью Также сказали О том Что сценарий Белорусского вокзала Был лучше Чем сам фильм Потому что Фильм подвергался Цензурей Пришлось Вырезать ряд сцен Вот сегодня Глядя на картину Которую вы сняли И которая Уже признана Классической Вот Как вы ее оцениваете Спустя много лет Свою работу Свою работу Я оцениваю Там весьма скромно В Белорусском вокзале В том варианте Который вышел на экран Есть Много Ошибок Неточностей Живет картина Ей уже 50 лет Для фильма Это Срок огромный Вот В день победы 9 мая Где-то ночью По первому каналу Показывали Белорусские вокзалы Если бы нам Пацанам Которые снимали Это ровно 50 лет назад В 70-м году Сказали Что через 50 лет Будут показывать Нашу картину Ну только рассмеялись И не поверили А никогда в жизни Долголетие Этой картины На мой взгляд Объясняется Двумя причинами Во-первых Даже в таком виде Сильно обрезанным Цензурой Там Заставить Долголет вещей Поменять В сценарии Тем не менее Замечательный Сценарист Покойный Вадим Трунин Сын кадрового Командира Красной Армии Прошедшего Всю войну Вообще Белорусский вокзал Это картина Сделанная Детьми Фронтовиков У нас Практически У всех Мы все были В возрасте Команда была Она всем была В районе 30 29-30 лет Но мы все Дети войны И У многих из нас Отцы Пришли с фронта В свое время Вот Так вот Долголетие Картины Во-первых На Великолепном Диалоге То есть Очень талантливом Сценаристе Вадим Трунин Это его заслуга Конечно То, что Диалог В общем Звучит не как Анахронизм Он звучит Живым И сегодня Через 50 лет Это Редкость Ну и конечно Грандиозные Артисты Играли Чеснеры Евгений Левонов Слава Богу Живая Здоровая Мне Николаевна Урган Это Замечательные Артисты Это Они Сумели Так сыграть Что Через 50 Ну и музыка Ко многим Вашим Кинокартинам Четыре Кажется В четверых Ваших кинокартинах Звучит музыка Альфреда Шнитке И как раз В вашей Киноленте Осень И в Белорусском Вокзале Тоже звучит музыка Альфреда Шнитке Каким Вы его Запомнили? Ну Как вам Сказать Ведь Значит Ну я Рассказывал Историю Песни Как Была Так Уджал Не сразу Согласился Тоже Была Идея Трунина Я Предлагал Там Разные Песни Фронтовых Времен И вот Трунин Он был Старше Меня На несколько Лет Ну и Умнее И опытнее И У него Было Какое-то Четкое Ощущение Что Что за Картина Мы должны Сделать Вот И он Говорил Нет Нет Надо Просить Акуджаву Чтобы Он написал Песни Акуджаву К того времени Уже два года Как песен Не писал И долго Не соглашался Потом удалось Его Говорить Написал Этот текст Я не смог Его оценить Мне вызывал Вопросы Трунин Трунин Сказал Это то Что Надо Это Сочинил Какой-нибудь Учитель И журналист На фронте Именно так И моделировал Акуджаву Эти слова Эти слова Написал Наш Журналист Кирюшин Которого Играет Севал Сафонов А песни Ну не Получалось Акуджаву Сказал Ну мы Собрались В том Студии Мосфильма Вчетвером Трунин Акуджава Альфред Шнитке И я И там Акуджав Показал Вот у меня Получилось Вот там Начало Здесь Птицы Не поют Деревы Не растут И вот Припев Может быть Пам Пам Папам Папам Шнитке Сел За фортепьяны И через Полчаса Появилась Эта песня Вот Значит Ну в моей жизни Шнитке сыграл Очень большую роль Он был Ну и первый раз С Борисом Яшином Делал Короткометражку Шуточкой На мотофильме В телевизионном объединении По Чехову Игорь Снимались Имена Фамилия Забыл Артистки Никита Михалков Молоденький Вот И Шнитке Туда Написал Музыку И мы как-то Подружились Я ему Многим Обязан Мы встречались На концертах Вот Группы Которая Тогда Появилась Которая Стала играть Старинную Музыку Восходе Как Называлась Значит Ее Организовал Композитор Андрей Волконский И Шнитке Много Мне И рассказывал О музыке Он был Человек Необыкновенно Умный Необыкновенно Образованный Беседа Беседа С ним Была Сладостная Вот Потом Написал Все Да Нула С таким Человеком Как Альф Флешники Еще Звонок Успеем Или мы Принять Звук Режиссер Дает Добрый день Добрый Да Сдавайте Пожалуйста Вопрос Я вот Благодарен Радиослушателю Который Задал Вопрос Несчет Критериев Ума Критериев Дурости И Благодарен Гостю Господину Смирнову Кинорежиссеру За Его Ответ Вот Я первый Раз Практически Услышал Ну символически В лицо Что я дурак Раз я Ностальгирую По советскому Времени Обидно Что я Пожизненно Буду дурак Потому что Я Пожизненно Буду Ностальгировать По замечательному Советскому Времени Да Спасибо Вот такой Такая реплика Наша Вы слушаете Прокомментируете Как-то Нет Мне нечем Комментировать Ну что ж У нас время Эфира Подходит К концу Но еще Много вопросов Которые пришли К нам По интернету В частности В фейсбуке И может быть Вы коротко Сможете ответить Спрашивать Сергей Как вы оцениваете Режиссерские успехи Вашей дочери Авдотьи Смирновой Ну Это вопрос Не совсем Корректный Понимаете Это все Моя Дочь Задавший вопрос Сам оценивает Успехи Моей дочери Ну еще Ну еще Один вопрос На который Вы также Можете не отвечать Он Личного Характера Спрашивает У вас Александр Как вы Уживаете С зятем Чубайсом Ведь у вас Абсолютно Разные Политические Взгляды Я Приклоняюсь Перед Чубайсом Я испытывал Огромное Уважение К его Работе Еще тогда Когда мы Были Незнакомы Во времена Перестройки Во времена Ельчинского Правительства Простите Я сейчас Выключу А с Пор Как мы Стали Родственниками Это Уложение Только Умножилось Приклоняюсь Перед Его Талантом Его Характером Его Умом Это Один Самый Замечательных Людей России Спасибо вам Большое Что нашли Время И вышли В программу Абонент Доступен Режиссер Андрей Смирнов Был гостем Программы Спасибо вам Всего доброго И будьте здоровы До свидания До свидания